И в завершении выпуска новости культуры. Накануне в окружной столице состоялся традиционный праздник Клуба земляков. В этот раз он прошел под звучным названием «Жить здорово». Землячество представили свои площадки с традиционными продуктами и рецептами, которые сохраняют и оберегают здоровье. Вековые секреты выведала и наша съемочная группа «Слово Екатерине Дементьевой». Клуб земляков Ненецкого округа существует уже 16 лет. Сейчас в нем состоит более 30 территориальных и национальных объединений. Есть и новички этого года. Например, землячество деревни Волонга и землячество острова Колгуев. И что важно, у объединений появляются молодые последователи. Ну, мы, конечно, стараемся, чтобы молодежь подтягивалась к нам. Допустим, я могу на примере шапкинского землячества сказать о том, что в этом году у нас состоялся молодежный лагерь, где мы съездили на пять дней на малую родину в Шапкино, и среди нас была молодежь. И я думаю, что это замечательно, потому что надо нам обязательно кому-то передать все свои знания, всю свою любовь к малой родине. Поэтому, конечно, молодежь стараемся привлекать. В деятельность клуба земляков входит сохранение традиции культуры и, конечно, исторической памяти. Почти все представители территориальных объединений работают с архивными документами, собирают информацию об участниках-земляках Великой Отечественной войны, ведут издательскую деятельность. Например, землячество деревни Никицы выпустило фильм об истории своего поселения. Но самое главное для этих людей – это общение. Мы стоим у истоков создания нашего земляческого чувашского народа. Мы достаточно часто встречаемся. Но и проведение таких мероприятий, конечно, приветствуем. Это объединяет людей. Россия у нас одна, народы разные. Цели у нас одна, одни. Чтоб жизнь стала на нашей родной земле, краше, лучше, чище. На празднике можно было увидеть гостей всех возрастов. Для каждого организаторы подготовили что-то особенное. Одной из самых интересных частей праздника стала игра «Квест», в которой с удовольствием приняли участие совсем юные гости мероприятия. Мне нравится в этом мероприятии то, что очень сердечно и по-домашнему все. Очень добрая обстановка, очень приятная атмосфера. И вот в этом году, конечно, не юбилейный год, но все равно очень интересно. Приготовили для ребят в этом году они разные площадки «Квест». И я даже подключила, как учитель, не могла не подключить свой класс. Мне приятно, что пришли мои родители и вместе с детьми, с моими шестиклассниками. Я думаю, им тоже понравится, как и мне. На десятках площадок всевозможные блюда из дикоросов, местной рыбы и мяса. Все это можно было попробовать и узнать о целебных свойствах. Например, сообщество «Сахалин» приготовило чай из топинамбура, а землячество поселка Шапкино – квас из репы. Все эти овощи они выращивают у себя на огороде. Кроме этого, многие объединения угощали блюдами из дикоросов, растущих в тех местностях, которые они представляют. Леповый чай мы сегодня предлагаем, завариваем, собираем леповый цвет в конце июня, когда она цветет, в июне, в начале июля. И собираем, сушим в темном месте, на чердаке. И вот завариваем, настаиваем минут 5-10. И можете попробовать. Оно очень полезное свойство, очень противовосвалительное, антисептическое, тоже жаропонижающее. И вот это. Однако, как считают представители клуба земляков, здоровье – это не только то, что мы едим. Это баня и зарядка, о лечебных свойствах которых тоже подробно рассказывали. Это игры и песни, которые помогают сохранить психологическое равновесие. Или, например, обереги, которыми пользовались наши предки. О них подробно рассказали представители украинско-белорусской диаспоры. Это шпаткова. Если ее в квартире повесить или в доме вверх, рожками, то она приносит богатство, достаток. Если вниз, вот так вот, то это получается, что приносит здоровье. А еще здоровье во все времена помогали сохранить смех и хорошее настроение, которые на праздники получили все гости. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова